Здравствуйте! Прямо в эфире программа события новости большого города на Средней Волге. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пионер. Главная тема выпуска. В центре вновь полыхает. На Галактионовской сгорела двухэтажка. У Губернаторова плохи дела. Дома у директора нацпарка Самарского Лука прошел обыск. Дорога не место для гонок. Сотрудники областного ГИБДД показали, чем может обернуться скорость. Жизнь с комфортом в центре старого города. Сколько дворов отремонтируют до конца лета в Самарском районе. Затворили невозможное. Самарские врачи провели уникальную операцию на единственной почке ребенка. В историческом центре Самары сегодня вновь был пожар. Сгорел деревянный многоквартирный дом. К счастью, обошлось без жертв. Но одного человека все же увезли в больницу. Подробности на месте выяснил наш корреспондент. Деревянный дом на улице Галактионовской, 215, загорелся в середине дня. Все его жильцы в это время были на работе. Мухаддинбегу Ибрагимову о пожаре по телефону сообщили соседи. Здесь уже 4 года он снимал квартиру. Из огня мужчине удалось спасти только документы. Да, я только пришел. Я на работе был. И только-только вот обнаружили, что все сгорело, да? Да, мне тоже позвонили. Вы давно живете в этом доме? Да, давно. Что теперь делать будете? Я не знаю. Посмотрим на лещу. По словам очевидцев, огонь вспыхнул рядом с домом, а потом перекинулся на строение. Пламени поспособствовал сильный ветер. Я ехал по соседней улице, увидел дым. Первым практически подскочил сюда. Началось где-то гореть вот с этого угла. Потому что тут лежали сухие дерева, доски. Отсюда сполыхнуло по дереву, потом на сарае и уже потом на дом. То есть, может, окурок, может, еще чего. На место прибыли все спецслужбы города. Дежурила скорая. Никто из жильцов в огне не пострадал. Но помощь понадобила соседке. Она испугалась, что пламя перекинется на ее дом. Для удобства работы пожарных полицейские перекрыли Галактионовскую. Огонь ликвидировали спустя час. Сложность заключалась в том, что сложная плотная застройка, сильный порывистый ветер. Значит, на месте вызова были пять человек, так скажем, жильцов данного дома. Они были выкрыты до прибытия поранных подразделений. На месте вызова погибших, подавших, нет. Что стало причиной огня, предстоит выяснить пожарной инспекции. Следующее слово – за прокуратурой. Она решит по итогам проверки, возбуждать или нет уголовное дело. Валерия Куценко, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. В администрации нацпарка и дома у директора Александра Губернаторова прошли обыски. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества. Об этом стало известно из твиттера депутата Государственной думы Александра Хинштейна. Согласно информации Следственного комитета, в течение четырех лет, начиная с 2013-го, должностные лица Национального парка получили 7 миллионов 762 тысячи рублей спонсорской помощи. 700 тысяч рублей из этих средств должны были быть направлены на реконструкцию и консервирование историко-культурного здания завода управления Ванюшина. Но работы велись на собственные деньги заповедника. За два предыдущих года руководство Самарской луки получило еще почти полмиллиона рублей в качестве благотворительности на очистку и благоустройство родников Вершинский и Низинный. Но эти работы также проводились за счет средств Национального парка. По версии следствия, похищенными деньгами, а это более миллиона рублей, не установленные должностные лица Национального парка Самарской лука распорядились по собственному усмотрению. Губернатор пригрозил отправить в черный список проектировщика детского сада в Курумыче. Строительство учреждения на 150 мест затягивается. Срок сдачи объекта пришлось перенести из-за ошибок компании. Глава региона Дмитрий Азаров, побывав на стройплощадке, отметил, что если организация делает плохие проекты, то ее нужно отправить в черный список. Подробнее в нашем сюжете. Детский сад должен был распахнуть свои двери для воспитанников с начала нового учебного года в сентябре 2019. Теперь сдача объекта затягивается пока до октября. Учреждение было спроектировано еще в 2015 году. За это время претерпело три корректировки. Последние были предложены две недели назад. Теперь необходимо провести торги. Об этом рассказал заместитель министра строительства региона Сергей Печушкин. Он отметил, что на проектировщика уже написана жалоба. Тот не учел требования по доступности детского сада для маломобильных групп, а также новые технические условия на инженерное обеспечение. Перечень недоработок состоит из 25 пунктов. Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что если организация делает плохие проекты, ее нужно отправлять в черный список. Проектировщик, который однажды подвел, не должен впредь участвовать в конкурсах на госзаказах. Претензии у губернатора были и главе Волжского района, который принял такой проект и допустил срыв всех сроков работ. Есть вопрос по всем муниципалитетам, к сожалению, по всем. Вот он наелся сейчас, да, вот мы 27 одновременно фактически детских садов запустили, он наелся вот так вот, потому что везде заказчики муниципалитеты, а работает и ноги переставляет министерство. Сейчас готовность здания 87%. Подключены все необходимые коммуникации, частично выполнена и чистовая отделка. Идет благоустройство прилегающей территории. Подрядчики обещают, что фасад здания будет проведен в порядок к первому сентября. Виктория Шарая, события. Сотворили невозможное. Самарские врачи провели уникальную операцию с ювелирной точностью на единственной почке ребенка. Хирургическое восстановление длилось три часа. Как сейчас себя чувствует пациент, узнала Елена Малютина. Мы больше тебя не тошнем. Сейчас, сейчас хорошо, уже аппетит прорву. А гулять вчера не ходили? Нет, дома. На улице прохладно, сейчас пока не хожу. Ясно. Бережуйтесь. Так, дай кинуть тебя в порядку, посмотри. Угу. Ладно. У Сергея с рождения только одна почка. Два года назад он серьезно повредил ее во время игры в футбол. Скорая, больница, операционный стол, наркоз. Тогда ему установили в поврежденную почку нефростому. Так называется трубочка, которая собирает мочу в мешочек. Сейчас хирурги больницы Середавина провели сложнейшую операцию по восстановлению мочеточника. И вскоре мальчик избавится от дренажа. Но тот злополучный момент, когда получил серьезную травму, забыть не может. Так получилось, что я не заметил горку с железными перилами. И левым боком упал на перил. Сразу стало больно, сразу стало плохо себя чувствовать. Я понял, что что-то серьезное, так как даже орал, наверное, весь двор. Отвезли сначала в подъезд, там меня и рвота, и сразу голова сгружилась. Ну, друзья, естественно, поднялись к родителям, те вызвали скорую. Затем меня увезли. Проснулся я в реанимации. Еще тогда вообще ни о чем не знал, увидел, шел сбоку. Дырки повсюду, трубки торчат. Я ведь раньше такого не видел, для меня удивительно же было. В этот страшный для Сергея период поддержкой и опорой была мама. Они надеялись, что в Москве помогут восстановить здоровье. Ну, мы думали, в Москве нам будут делать. Ждали, ждали, ждали. Бесполезно. Говорят, до 18 лет мы вас не берем, потому что в детской нету гемодиализа. Ну, что, Сергей Сергеевич нам помог. Говорят, ну, давайте попробуем, должно получиться. Ну, вот, мы им очень благодарны. И правда, получилось. Полтора года врачи вместе с пациентом готовились, проводили обследование, собирали анализы и ждали, пока рассосется гематома и размягчатся рубцы от предыдущей операции. Уникальное в своем роде хирургическое восстановление с ювелирной точностью длилось 3 часа. Мы выяснили, что длина мочеточника может хватить длины мочеточника для анастомоза и ее составшейся верхней половинкой, чтобы восстановить мочевые пути, не применяя никаких имплантов, операции на кишечнике травматичной и так далее. И выполнили анастомоз мочеточника с этой верхней чашечкой. Очень многие патологии почек, которые наши справляются, ну, одномоментно, как мы говорим, то есть тяжелая операция, которая делается, коррегируется этот порог за одну операцию. И это, конечно, очень ценно. Три раза ребенку оперировать или за один раз восстановить функции полностью мочеводелительной системы. В этом урологическом отделении восстанавливают свое здоровье около двух тысяч детей ежегодно. Проводится 12 операций в день. Елена Малютина, Василий Калдашов. События. Один из крупнейших молодежных форумов России подходит к концу. Участники Иволги шлифуют проекты перед защитой и перенимают опыт авторитетных экспертов. Анатолий Головко побывал на фестивальной поляне Мострюковских озер и пообщался с амбициозными инженерами. Илья приехал на Иволгу из Пензы. Он учится в Университете архитектуры и строительства. Юноша привез на форум проект беспилотного мобильного комплекса. С помощью такого аппарата можно существенно облегчить работу кадастровых инженеров. По словам разработчика, огромный коптер способен собирать точные данные о земельных участках с большой высоты. Кроме того, беспилотник можно использовать в аграрном секторе, чтобы распылять гербициды – химические вещества для уничтожения сорняков. Здесь вот фишкой является именно бензогенератор. Можно я его? Да, 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 давайте. Вот он, бензогенератор у нас стоит. Он питается в качестве источника энергии, как аккумулятор, который работает именно на бензине. В предпоследний день форума на фестивальной поляне Мострюковских озер побывали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и полномоченный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В центре внимания почетных гостей оказалась зона инноваций и технического творчества. Дмитрий Азаров и Игорь Комаров по достоинству оценили работы молодых инженеров. На спортивной площадке форума для гостей и участников подготовили настоящее акробатическое шоу. Один из атлетов побил рекорд России по подтягиваниям с отягощением. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, давай, восемнадцать! В последний день форума экспертам предстоит оценить несколько сотен проектов, которые представят участники разнопрофильных смен. Лучшие получат гранты на сумму от 150 до 300 тысяч рублей. А уже вечером на главной сцене фестиваля поляны Мострюковских озер состоится красочная церемония закрытия форума. Анатолий Головко, Константин Головин. События. В Самаре возродят отряды следопытов. Такой инициативой с участниками форума Иволга поделился куратор проекта «Историческая память». Александр Хинштейн. Этот и другие проекты обсудили на площадке политической смены. В какой помощи сегодня нуждается активная молодежь, узнала Мария Левина. Кроме конкурсных проектов, на молодежный форум Иволга привозят и уже реализованные задумки. Милаян Бабкен в Самару приехал из Пензы. Он создал умный улей. С помощью разработки пчеловодам больше не придется преодолевать большие расстояния, чтобы проверить хозяйство. Датчик, установленный в улей, срабатывает автоматически и все данные отправляет по СМС. Теперь наведываться на пасеку можно лишь по необходимости. Есть головное устройство, которое считывает полностью всю информацию с датчиков и отображает у нас на экране. Также есть функция дистанционного оповещения. То есть, сидя дома, устройство полностью интерактивное. Сидя дома, я могу отправить СМС, сообщение на это устройство. И мне придет полностью полный отчет по датчикам и состоянию улей. На Иволге юный ученый надеется найти инвестора. Таких молодых и дерзких здесь почти три тысячи. Каждый день это новый шанс. Встретить не только спонсора, но и известного эксперта регионального и федерального уровней. И задать свой вопрос, получив нужный совет. Пообщаться с российским политиком Александром Хинштейном желающих оказалось много. На встречи от формата лекции ушли сразу же, оправдав название «Диалог на равных». Активистов интересовал секрет успешной политической карьеры в регионах. Молодые люди настроены остановить переезд своих талантливых сверстников из маленьких городов в большие. Самое главное, чтобы за спиной были добрые идеи и стремление их реализовать, считает депутат Госдумы. А настоящего парламентария сложности лишь притягивают. Именно такие молодые ребята и могут, и должны что-то менять, потому что они не зашорены. У них абсолютно нет какой-то инерционности мышления. И то, что для взрослых уже давно сформировалось, и на вопрос, почему, даже не следует вопрос потому, а просто потому, что так заведено, они не отягощают себя вот этими штампами. Политик выступил с инициативой поддержать молодежные поисковые отряды и возродить следопытов. Это одна из задач проекта «Историческая память», по которому сохраняется архитектура, памятники культурного наследия. Приводит исторические здания в порядок, в том числе и с помощью волонтеров. Огромной популярностью в Самаре пользуется проект «Том Сойер Фест» – фестиваль восстановления исторической среды, где горожане своими силами участвуют в наведении порядка в старых домах. Мария Левина, Василий Кладошов, События. Дорога – это не место для гонок. Сотрудники областного ГИБДД показали, чем может обернуться большая скорость. Шокотерапию они и провели для участников Иволги. Мария Левина продолжит. Ребята, вы не представляете, что такое говорить своей дочке, что мамы больше нет. Вы видите, вы знаете, у меня была одна ситуация, что я захожу в комнату, она обнимает ее носки. И говорит, что я знаю, что я хочу на день рождения, а ни я, ни кто другой не сможет выполнить это. Отец двоих детей рассказывает, жену потерял в жуткой аварии. Семья возвращалась домой после дня рождения сына. Ему исполнилось два года. На встречку вылетела машина на большой скорости. Как выяснилось позже, водитель был пьян. Таких трагических историй в арсенале областного ГИБДД накопилось немало. Чтобы снизить число аварий, сотрудники проводят так называемые краш-курсы. Это шокотерапия. Показывают фильмы, приглашают на встречи очевидцев и пострадавших. Мы, граждане России, должны все-таки задуматься о безопасности дорожного движения. Ведь на дороге нет случайных людей. Есть пешеходы, есть водители, есть велосипедисты, иные участники дорожного движения. И от нас, от всех, зависит все-таки безопасность. В день в Самарской области случается не менее 10 аварий, говорят эксперты. В основном на загородных трассах. Фуры не всегда пропускают легковые машины. Те же слишком спешат и пытаются обогнать. Но и в городе аварий хватает, хотя в последнее время их количество и сокращается. Здесь причина в основном кроется в нетрезвых водителях. Для помощи сотрудникам автоинспекции в 2015 году создали общественную организацию «Ночной патруль». Это активисты, которые помогают выявлять нетрезвых водителей на самарских дорогах. Часть общества, которое готово оказывать полиции, прежде всего в задержании таких водителей. Вступить в ряды добровольцев может любой желающий с отсутствием судимости. Для этого нужно связаться с общественниками, например, через группу в соцсетях. Мария Левина, Николай Пифанов. События. В Самарской области продолжают создавать комфортные условия для предпринимателей. В 2019 году Самарский регион вошел в тройку лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата по показателю динамики роста. В настоящее время в разработке находится 29 проектов на общую сумму инвестиций в 130 миллиардов рублей. Один из самых крупных строительства завода по добыче и разливу пресной экологически чистой воды в Сызрани. Продукцию предприятия планируют продавать не только в Самарской области, но и за пределами региона. Амбициозный проект, который хотят инвестировать 7 миллиард рублей, получил поддержку Совета по улучшению инвестиционного климата региона. Мы наметим очередные шаги, которые позволят нам улучшить предпринимательский климат, создать дополнительные условия для предпринимателей и все-таки выбиться в лидеры по данному направлению в стране. Далее, коротко о других событиях дня. ДТП, в котором пострадали 8 человек, произошло на обводной дороге Самары. По предварительной версии, 51-летний водитель Рено ехал со стороны Спиридоновки в сторону Алексеевки. Во время движения она не справилась с управлением и наехала на металлическое ограждение. От удара иномарку развернула и вынесла навстречку. В итоге Рено врезался в ехавший навстречу Шевроле. Врачи на месте оказали первую помощь 26-летнему водителю Шевроле и двум его пассажирам. Также помощь медиков потребовалась трехлетнему мальчику в Рено. С места аварии госпитализировали 44-летнего пассажира Шевроле, водителя Рено и двух пассажирок иномарки, 17 и 19 лет. Сейчас инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего. В следующем году Самарская область примет участие во Всероссийской переписи населения. Проводить ее будет региональное отделение Федеральной службы государственной статистики «Самарастат» по распоряжению областного правительства. К переписи будут привлекать безработных, студентов, достигших 18 лет, а также преподавателей. Областной кабинет министров поручил региональному МинжКХ предоставить в «Самарастат» актуальные сведения об управляющих компаниях, ТСЖ, ЖСК и расчетных центрах. То есть обо всех организациях, которые могут показать сотрудникам службы статистики данные по домам, количеству квартир и проживающих в них граждан. Городам и селам рекомендовано обновить таблички с указаниями улиц и домов. Предыдущая перепись населения прошла в 2010 году. Тогда в 63-м регионе насчитали около 3 миллионов 200 тысяч жителей. 17 августа в парке Гагарина пройдет бесплатный рок-фестиваль «Черное знамя». Он будет посвящен памяти ушедших исполнителей. На главной сцене парка выступит группа «Разные люди» из Санкт-Петербурга. Также в фестивале примут участие самарские группы «Спринт», «Мания величия», «Море» и другие. Вход свободный. В Самаре полным ходом идет подготовка к следующему отопительному сезону. В городе будет отремонтировано более 1300 крыш. Как это происходит на примере многоэтажки на Нагорной расскажет Валерия Куценко. В Самаре к зиме готовят крыши. Эта крыша полностью готова. Осталось промазать швы мастикой. Мастикой используется для замазки встречных швов, чтобы вода на наклеенный слой не протекла. Гарантию можно на лет 5 точно дать. Весной этого года в 136-м доме на Нагорной начала течь крыша. По словам жителей, сильно заливало две квартиры. Досталось также и лестничные площадки. Инженер приходил. Как там покрыли, не знаю. Жители решили действовать оперативно. Написали заявление в ЖУ номер 6. Пришла старшая по дому, написала заявление. На основании ее заявления произвели корректировку плана текущего ремонта и внесли ремонт вот этих квартир, крыш. Ждать, когда текущая крыша станет настоящим коммунальным бедствием, не надо. Нужно оперативно активистам дома подать заявление в управляющую компанию. После того, как рабочие стали латать крышу на Нагорной 136, жители соседних домов также начали проявлять инициативу. Александр Костюк попросил районной власти обратить внимание и на его дом. К роли над его квартирой также требуют ремонта. Вы знаете, как вода? Висят у меня обои все на кухне. Я рад, что дошел до того, что уже в подъезде в щитовую вода пошла. Ваша заявка будет передана в управляющую компанию. Смотрители управляющей компании придут, проверят. Только в Кировском районе Самары до конца августа будет отремонтировано 286 кровель. На сегодняшний день 60% кровель уже отремонтировано. В августе все работы по ремонту кровель у нас должны быть завершены. Возможно изменения в погодных условиях и смещение графиков. Поэтому каждый благоприятный день мы будем ловить для того, чтобы выполнить работы по ремонту кровель. Сотрудники департамента с участием сотрудников внутригородского района, муниципального жилищного контроля, еженедельно проводят объезды, смотрят как качество выполнения, так и своевременность выполнения данных работ. В принципе, то, что мы подготовим данный объем, будет выполнен в срок, пока сомнений нет. В Самаре запланировано привезти в порядок более 1300 крыш. Часть кровель восстановят капитально. Эти работы возложены на фонд капитального ремонта Самарской области. На 13 крышах, обрушившихся прошлой зимой и в начале весны, работы полностью завершены. Валерия Куценко, Максим Гусев, События. Помочь любимому городу стать красивее и удобнее для жизни просто. В Самарском районе до конца лета преобразят четыре двора. Восстанавливает уже сейчас асфальт, строит детские площадки и сажает новые деревья. О готовности объектов мыли Илчан. Исторический центр Самары делают комфортным. В Самарском районе преображают четыре двора. Один из них на улице Чапаевская, 67. Местные жители вспоминают, раньше здесь царил хаос. Бардак был, конечно, здесь лужа была страшная. В общем, ну ничего хорошего. Гулять детям, ну, скажем, практически было негде. Сложно представить, но вскоре здесь появится современная детская площадка. Обустроят и зону отдыха для взрослых. Высадят новые деревья, установят лавочки, ограждения и урны. Все это благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. На Ленинградской 83 и Алексея Толстого 29 обновление тоже идет в плановом режиме. Восстанавливают асфальт, чистят ливневки и поднимают колодцы. Стелят травмобезопасное покрытие и спиливают старые ветки деревьев. Ход работ на контроле у районных властей. Все проекты перед благоустройством проходят этапы обсуждения, внесения предложений и голосования. Без учета мнения жителей они не утверждаются. Поэтому жильцам домов необходимо активно участвовать, предлагать то, что они хотят видеть. Безусловно, все сделано с пожеланий людей, с пожеланий жителей этого двора или тех трех дворов, которые еще благоустраиваются. В Самарском районе реализуется также городская программа «Конструктор твоего двора». По нему сейчас ремонтируется 13 территорий. Работы уже на стадии завершения. К концу этой недели планируется сдать последний двор. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарагис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова